Сегодняшний наш спонсор планшет с термоядерным названием BB Mobile Topol LTE. Восьмиядерный процессор и 2 гигабайта оперативной памяти, чтобы смотреть на YouTube HD видео и играть в современные игрушки. Задняя крышка сделана из металла, а также поддерживаются две сим-карты. Для таких характеристик адекватная цена. Ссылка находится в описании. Кому интересно, кому любопытно приобрести новый планшетик, проходите, кликайте, изучайте, что это такое. Topol LTE. Всем привет, с вами снова, как всегда, Костя и славный дружаблобов. Раз уж мы приобрели вот такую вот чудесную пароварку, которая стоила, по-моему, тысячу рублей, то мы решили, что нужно с ней сделать еще что-нибудь. Я нашел в интернете офигенный рецепт. Это, наверное, японские булочки на пару или китайские? Хотя я думаю, что японцы... Ну, я думаю, что ближе к японцам. Ну, и китайцы, и японцы, они обожают на пару делать чего-то. Сегодня мы сделаем японские булочки на пару. Само собой, они замешиваются, само собой, это делается с дрожжами. Ну, кто-то, возможно, подумает, типа, боже, булочки на пару. Дружи, где масло, где шипящий, шкварчащий бекон? А бекон тоже будет. Мы запихнем его внутрь булочек. Ладненько, начинаем замешивать булочки. Самое главное, это соблюсти все пропорции. И рецепт, который нашел на ютубе Кия, у там у человека получилось все очень красиво, попробуем повторить. Там было сказано вплоть до того, что муки нужно 370 грамм. Не 371 грамм, и не 369, а 370 грамм муки. Ну, блин, для этого мы используем мои обзорные электронные весы. 370, так, друг. Оп. Ладно, пускай будет 372 грамм муки. Но это нужно понимать, что это достаточно большое количество булочек. Две чайные сахарку. Две чайные ложки сахарку. У меня коричневый сахар, можно, само собой, брать любой. У меня ложки такие маленькие, что я добавил 4 ложки. У меня вот такие ложки, а сейчас совсем маленькие для варенья. Половинка чайных дрожжей. Так, половинка чайных дрожжей. Ну, опять же, где-то вот так. Половинка разрыхлителя. Разрыхлитель. Так, 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 так. Вот так. Одна чайная маслица. Растительного, растительного. Маслица. Одна чайная? Да. Вот так, маслицо. Затем, одна чайная кунжутного. Кунжутная маслица. Как всегда ключевой момент, если вы в рецепте видите тесто, или вы видите муку, и вы видите, что туда добавляются дрожжи, типа быстродействующие какие-нибудь, туда добавляется разрыхлитель, это значит, что заливать это нужно теплой водой, либо ставить на какую-нибудь паровую баню на пару минут, потому что дрожжи начинают множиться только при температуре, я не знаю, примерно при температуре 30 градусов или выше, может 35. Другое дело, что если вы зальете все это дело кипятком, то дрожжи ваши погибнут, и, соответственно, у вас ничего не взойдет. Смотрите, чтобы в воду вы могли спокойно опустить палец, это такая, ну, тепленькая вода, но это значит, что все сходить будет очень быстро. Буквально включаем, не знаю, электрический чайник на 15 секунд, и вода нагревается. Ну, заливаем, вот у нас прохладненькая вода. 200 миллилитров. Примерно 200 миллилитров. У нас должен получиться ком, эдакий ком-теста, не очень жидкий, но не очень густой. Я бы сказал, очень мягкого такого теста. Просто перемешиваем все хорошенечко. И сейчас, наверное, уже сможем выложить все это дело на доску. Вот так, чтобы вся мука вмешалась в комок. Видите, оно мягкое такое получается для булочек. Вываливаем наш ком-теста, и, само собой, нужно его более-менее довести до какой-то однородности. Если вы видите, что слишком сильно прилипает к рукам, то присыпайте немного мукой, чтобы не прилипало к рукам, не прилипало к столу. Ком-теста теплый, и дрожжи уже начали в нем работать. Вот, видите, прилипает. Если прилипает, можно просто ножиком все это дело собрать назад. Ничего, что мы туда замесим, еще немножечко муки. Главное, чтобы тесто было мягкое. Если оно будет твердое, ему будет очень тяжело всходить. А фишка этих булочек именно в том, что там много-много-много пузырьков воздуха. Как только немножечко подмесили, делаем вот такой вот комочек. Старую немножечко вот так маслица. И кладем вот так. Сверху тоже можно немножко вот так маслиться, чтобы оно не заветривалось. Но, смотрите, не зажимайте плотно, то есть не нужно это класть в какой-нибудь целлофан, чтобы дать возможность тесту увеличиться в размерах. Видите, оно не прилипает. Можно накрыть пленкой, но если замаслили вот так вот, то можно и не искать пленку, не отрывать и не париться. Дело в том, что сходить оно у нас будет примерно в течение 20 минут. Максимум полчаса. А задача, чтобы оно увеличилось в размерах в два раза, просто в теплом месте в каком-нибудь оставляем. То есть, если вы выставите это на балкон зимой, то оно просто не взойдет и опять же дрожжи передохнут. Ну, теплое, влажное. Когда тесто немного поднимается, его опять нужно промять. Зачем это делается? Если в каких-то местах частички дрожжей соединяются и образуют большой пузырь, то вот этот пузырь, он... То есть, как вам сказать, в тесте нужны пузырьки воздуха, но их нужно много маленьких. Если будет один большой пузырь, то он будет тесто разрывать. Вы знаете, когда вы покупаете батон, вы его отрезаете, и там внутри вот такая вот пустая полость. Это значит, что тесто было второй раз, уже после того, как взошло, плохо промято. И в нем остался большой вот этот пузырик, который уродует финальное блюдо. Поэтому опять проминаем. Не волнуйтесь, оно в размерах уменьшится, само собой, но там останется достаточно маленьких пузырьков, чтобы оно взошло во время приготовления. Вываливаем и немножко проминаем. Даже не проминаем, а как бы вот так вот складываем. При этом вы будете слышать такой звук, как бы щелкающие пузырики. Это значит, что большие крупные пузыри оттуда выходят. То есть, вот так сложили и еще... Это называется протяжка теста на самом деле. То есть, это не проминание, мы не выминаем весь воздух из теста. Это то же самое, как это работает для хачапури по-аджарски. Мы его протягиваем, разрезаем на какие-то равные части. На самом деле нам нужно, чтобы у нас получились кругленькие булочки. Но обращайте внимание на то, что если они будут слишком крупные, то они просто не поместятся в вашу пароварку, а при приготовлении будут слипаться. Проминаем еще раз, выминая большие пузыри воздуха. Вот, и делаем вот такие вот шарики. Получаются вот такие вот у нас комочки, вот такие вот шарики. Их нужно немного раскатать. Вот так. Смотрите сразу, чтобы это могло влезть в мультиварку. Сбрызгиваем немножечко оливковым маслом. Вот так вот смазываем. И сворачиваем пополам. В таком виде они у нас и будут запекаться. А потом внутрь мы вставим поджаренный бекон. Дадим нашим будущим булочкам полежать еще 10 минут. И пока разогреем пароварку. Раскочегарим. Дело пошло. Замеряем 10-15 минут. Они взойдут и будут готовы. Бекончик выкладываем на холодную сковородочку. И поджигаем под ней газ. Если класть на горячую, то из бекона вытапливается меньше ненужного сала. И вкус получается менее концентрированным. Поэтому мы выкладываем и нагреваем сковородку. Видите, и тогда он начинает вытапливаться уже при низкой температуре. Потому что у бекона температура плавления у свиного сала очень низкая. На самом деле булочки можно начинять практически чем угодно. Можно нарезать кусочки красной рыбы. Можно еще что-нибудь. Так, хвостики у нас идут костяну. Да-да, моя любимая девочка. Мы возьмем и начиним лучком. Можно даже подлиннее. Чтобы у нас в булочках что-то похрустывало. Для солноватости у нас будет бекошка. Бекошка. А для хрустности у нас будет зеленый лучок. Но можно на самом деле даже шприцевать такие булочки вареньем. Потому что они очень мягкие. Итак, зачем мы собственно смазывали булочки перед тем, как складывать пополам маслом? Потому что сейчас их можно просто развернуть. Положить в них немного лука. Положить туда хороший шмат бекона. И попробовать. Потестим. Теплая, нежная, очень нейтральная булочка. То есть у самого теста по факту нет никакого выдающегося вкуса. Там хлеба или булки. Штука в том, чтобы подавать вот эти вот булочки. Чтобы подавать их с кучей разных начинок, которые человек сам сможет туда натолкать. Потому что сам вкус теста очень нейтральный. Такая нежная булочка на пару. Не перемешка. Потому что тесто дрожжевое, оно невероятно мягкое и пышное. Но если эту булку подать просто так, типа, чуваки, пельменина какая-то, то гости абсолютно не поймут. Ну, типа, ну, какая-то почти безвкусная. Да, нежная. Да, мягкая. Но что это такое? Суть в том, чтобы каждый натолкал в эту булочку чего хочет. Я думаю, что офигенно она подойдет. Пойдет с засоленным лососем. Может даже с лучком. Какими-нибудь грибочками. Вот с чем-нибудь таким. А также со сметаной, с вареньем. Красной икрой. Красной икрой. То есть это как альтернатива простым перблинам. Опять же, заворачивай, что хочешь. Но на вкус, вот с беконом и с луком, офигенно. Да, и кстати, если кто не понял, точно по такому же рецепту пампушки можно обжаривать в кипящем масле. И у вас будут те китайские пампушки, которые идут к лапше, которые идут к кистосладкой говядинке, которые доставляют в китайском меню. Вот. А с вами, как всегда, был Костя. Славный дружной обломок. Кушайте много, кушайте вкусно. Если выпуск понравился, ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях, что нам еще приготовить. Всем пока. Напоминаю, что сегодняшним нашим спонсором был вот такой вот планшетик, который называется Topol LTE. 4G, восьмиядерный процессор, 2 гигабайта оперативной памяти, чтобы смотреть видео на ютубе и гамоти современной игрушки. Ссылочка, напоминаю, находится в описании.